Сел я из-за друга Здесь тоже как бы уже начинаешь осторожничать Потому что, ну, случаи бывают в жизни всякие Вот, где-то на свободе друзья подставили Здесь тоже так же друзей заводишь, ну, как бы думаешь Что ты скажешь? И стоит ли вообще говорить хоть что-то? Ну, один-два человека-то, возможно, и есть здесь, кому я доверяю Но, как бы, все равно довериться полностью я никому не могу Приобрести я здесь ничего не приобрел В основном это потерянные годы, в основном Так, в принципе, в тюрьме какой позитив? Вообще никакого Судя по тому, что приходит в лагерь, то общество очень сильно меняется В основном, вот, особенно в последнее время Ну, молодежь одну сажают Одна молодежь Выпустили со школы, все привезли в тюрьму Придерживаются принципа «жить нужно в кайф» Я не придерживался такого принципа Просто нужны были деньги, чтобы содержать семью Чтобы семья не бедствовала Надо было платить за квартиру, за шмотки и так далее И при той зарплате на пятый, там, четвертый, шестой год Это было просто невозможно Меня зовут Сергей Я отсидел почти восемь лет До моего освобождения осталось буквально несколько часов Я постараюсь трудоустроиться И больше никогда не возвращаться в места лишения свободы Ну, и что ты во сколько завтра вас отпускают? Ну, где-то полтретьего, два Ну, ты все готов? Конечно Ты глава ешь к себе в Кировград? Да, пока в Кировград Да, ну, будешь сейчас скучать По родным пенатам Лишь бы по ночам оно не снилось Нормально Сколько ты на свободе-то не мог? Семь лет Восемь месяцев Восемнадцать дней Почти восемь Года вообще бегут Вроде и не бегут, и вроде и бегут Считай, сколько мы там с тобой на пятом месте проработали? Года три-то точно Пятый вообще самый замечательный отряд был Ты думал, как это сначала у меня был Как поводыр А я еще тебя спрашиваю, ты что делаешь-то? Помнишь? Говорит, смотрю Кто заходит и выходит Чтоб по времени заходили Так, это, говорит, мое Мне с этим человеком просто легко было Ну, возможно, на этом устроиться Отношения какие-то дружеские Он как-то подошел ко мне И как бы пошло-пошло-пошло Царство теней, а там какой-то луч Еще раз там, который тебе, оп, вот и освещает дорогу Вот иди так вот Лемеш, по большому счету, он явился этим лучом Как бы я уже базарил там Со знакомым, со своим с Бородой по поводу работы Он мне, что, какие планы? Я говорю, ну так-то никаких, вон, все, работа есть, короче А что там делать, Лемеш? Куда? Ну, или ландшафтный дизайн, или евроремонт, или что-нибудь Ну, и как бы работа без проблем По большому счету, Бородец ему нужен он, что ли? Не факт, что он его там примется с чертыми объятиями Сколько общался с парнями, кто освобождается Все говорят, какие планы ты строил? Выходишь, забудь Так, ну что? Что, надо на проверку трогаться? Ну Предпоследняя проверка И все Что, показывали? Больше проверок На любых этим предпоследнее и последнее Да, да, да Да Отпыливаемся Не, ну я поспал пару часов В три часа ночи лег Нервяк Ну, нету сна В шесть встал Уже все Давай складываться, собираться Там сколько места обойти? Пять или шесть? Библиотеков Потом, по-моему, склад Так, что, расписываться, ничего не надо В санчасть сходить Всего вам хорошего, здоровья вам Следите за собой Вы тоже не болеете Хорошего удачи До свидания Желаю вам всего хорошего Освободитесь Чтобы вы устроитесь Больше не приступайте Постараемся Всего вам доброго До свидания Пока еще ничего не ощущается Вот когда выйду, тогда, возможно, и заору Чтобы кошки разбежались Последние часы в зоне Идут вообще очень мучительно И время идет еле, еле и еле Особенно последние, там, 10-15 минут Ждешь, когда уже вызовут на освобождение Охота выйти, как гаркнуть Чтобы все разбежались, разлетелись, кто куда Но, как бы, сдерживаешь себя в эмоциях По паспорту приедет сейчас И все, и я Ты всегда отдам, привыгодишь Какой ты переживаешь Все, понял, Тамара Здравствуйте Здравствуйте Рассказывай Демишев Сергей Васильевич 29 декабря 1978 года Едешь куда? Город Кировоград, Кирова, 10-3 Так, ручку бери Так, здесь подпись А здесь число и подпись Здесь пишешь Ознакомлен, копию получил Сло и подпись Выйдешь в мир, в котором уже не был 8 лет Здесь пишешь Документы получил, претензии И число и подпись Думаешь Сейчас Глотнешь свежего воздуха Заходи Поворачивайся Туда Рассказывай Лемишев Сергей Васильевич Человек, который Не был в местах Заключения Он, ну, не поймет Все До свидания Вы его выведете Меня опьянило С той стороны я еще не был И как бы сразу потерялся То есть Куда идти Вообще без понятия Я же не выходил Выходишь Сразу По сторонам Как будто пьяный Ощущение то, что Все оно Не надо ходить На проверку Не могу я просто Описать Как бы эти ощущения Ну, вот они такие вот В тюрьме-то я еще С пацанами общался Там У них поспрашивал Там Где, как лучше Куда сесть Куда пройти До вокзала До железнодорожного Сколько человек? Трое Сколько до 1? 200 Все мимо, я Вообще никто не останавливается Ты первый вот остановился Добрался до автовокзала Купил билеты На Кировград автобус Во сколько будет? Нет, у нас Кировграда сегодня Оливьянск Оливьянск есть Ближайший будет 17.01 Назад надо идти, короче Сзади спокойно Новые автобусы Как бы не то, что раньше было Когда я отоделся еще Такие скотовозы Лиазы По трассе Изменений очень много Вместо деревянных Забегалов Стали хорошие Кирпичные домики Раньше сядешь в автобус И уснул там Пока доплетешься А тут в автобус Сел вроде раз по сторонам Туда-сюда Потому что нового много По трассе Что на Феррари Приступал В рот меня мама целовала Так, сарак, так, так В Невьянск приехал Автобуса нету До Кировграда Пришлось брать Такси Здорово, дядьки Что до Кировграда Сколько? Сколько? 150 Да Я уже Хрен его знает Сколько лет Ого Так 350 За два года В шестом году Просто 150 Стоило Ну когда-то И по 5 рублей ездили Ну когда-то Таксист попался Где-то разговорчивый Он вроде на меня смотрит Думает, что я местный Ну вроде и не местный У нас еще водку Принес Я раньше сюда ездил постоянно Дороги чистые Хотя и разбитые Как будто за 8 лет Их и не меняли Дорога убитая А что где-то вроде Птицефабрику собирались Строй Уже должна была Прошлый год функционировать Ладно, было бы Чем гордиться там Вот, допустим Что за завод, дед? А вот здесь Сухие смеси делали Дед, так я директор Этого завода А тут что я ему скажу Ну сидел 8 лет Какая тут гордость Да, да, вот Там раньше мыли Щебенку, песок Вот она, дорога Кировград-то приехал Дыра, дырой На первый взгляд Ну из-за того, что сыра Слякать Вот он, Кировград Город Металлургас Вот, вот это завод Твердых сплавов Все убитого Но нет Жалко потерянного времени Очень жалко Я вот Даже что-то и представить Не могу Сугробы Сугробы Большие В этом году Снега вообще Много Полный двор Снега Я смотрю Звонок Я нажимаю Кто-то Пришахло Здорово Здорово Ну что, как дела Садись Пришаживайся Нормально Все Радости Особой Не было Обнялись Поцеловались На этом встрече И закончилось Самое главное Что приняли Потому что Ну не приняли Куда мне было бы Податься Как доехал Долго Ну как бы Это да Там нифига Все как поменялось Вообще жестко 8 лет Это же не один гос Я рад Что он пришел Потому что Я парализованный У меня левая сторона После инсульта Не работает Наверное Замерз Пока заехал Конечно Дубарь на улице Конфеты Конфеты Так Главное Пришел Живой Здоровый А дальше Все у нас Строится Самое главное То ли просто зима Учет вставать Учет вставать Работаю Искать документы Все восстанавливать Да город посмотреть Что-то там В городе Перемены Все равно есть какие-то Ну Вроде бы город тот же А ходишь Все новое Дома Рекламы Всякие Биллборды Рынки новые Строятся Торговые центры Маленькие Большие Игрушки Всякие Эти Телефоны Всякие Намного Прекраснее Стало Отоспался Несколько Дней Отдохнул От всей Этой Суеты Сегодняшний день Я начал С похождения По поводу Трудоустройства В Кировграде Есть несколько Городообразующих Предприятий Ну и вот На одну из них Я сегодня сходил Пообщался С начальником Отдела кадров Заполнил Анкету Что закончили? Школу И все? Да Автослесарь Вот вы пишите Квалификацию Я в автобусном парке Работал Учеником У вас должны быть корочки? Нет у меня корочек Слесарь четвертого Разряда Ученик? Да Да Такого быть не может Где последнее время Работал? Последнее время Я участника Работал Кем? Водителем Рамщиком Заточником Бригадиром Водителем Значит у вас есть? У меня права Права Какие категории? Б Военник есть с собой? Нету Вы не состоите на военном учете? Почему? Я не военно обязан Почему? Потому что Отбывал в местах Лишения свободы Ее это даже не удивило Как будто Каждый день Там приходят Освобождающиеся Устраиваются На работу Хорошо Мы вашу анкету Оставляем Рассмотрим ее Как появится Вакансия Вам позвонят? Ну кастинг Вы прошли Мы вам позвоним Если вы нам подойдете Если будут Рабочие места Тебе не отказывают? А вроде Отказывают До свидания До свидания Есть у меня друг Я с ним созванивался Еще во время того Как сидел Ну и обещал Он мне помочь С устройством на работу Здорово бородатый Ну че ты Как дела у тебя? Я то по городу лазю Смотрю В себя прихожу Ты че как? Нормально все? Ладно короче Не суть Я че звоню то? Че сработает? Убирайся Не растет пока Работа есть Но ее как бы нет Насколько я думаю Человек все равно Поменялся За такой промежуток времени Его что-то насторожило Все там Как че наклюнется Сразу звони Человек стал солидным Может и действительно У него нету Пока для меня работы Ну и как бы Никаких обещаний не дал Ну и отказать не отказал Ладно давай Не болей Не все так легко Оказалось Как я рассчитывал Думал будет Намного проще Думал выдал Вот оно все готовое Но оказалось Все намного сложнее Ну вот осталась еще Надежда Как бы на старых друзей Здравствуйте А здесь Валера жил Такой ткаченко Вот в том подъезде Не знаете Такого? Нет Может дом просто попутал А номер дома? Да я Что-то номер дома Я номер улиц Не помню Так как Не поддерживал с ними Никаких отношений Пока сидел То есть Нет у меня Ни их номеров Ничего Остается Только ходить по домам Разыскивать Походим еще Поспрашиваем Здорово А Валера дома? Человека уже В этой квартире нету Ну ладно тогда Уехал там Сколько-то лет назад А люди Как бы были такие Кто мог бы Помочь И в финансовом плане И в плане работы Мог бы помочь На друзей Помощи То есть Ну абсолютно Нету никакой Здорово Руслан Ну что там Сработает Созванивался Со знакомыми Посоветовали Сходить В автозвук Здорово Здравствуйте Что там Насчет работы Что-то пацаны Горят Работяги Тут нужны Пошел Там в магазин Придите Там начальство Спросите Можете Ну Центр там Небольшой Парни Открыли Своё предприятие Ну и как бы Ставят на машины Усилители Там колонки Здравствуйте Здравствуйте Слушаю вас Я по поводу Работы узнать Чем раньше Ты занимались Я занимался Автоэлектрикой Стартера Генераторы Но я давно Не работал Сидел Сразу С директором Диалог Не сложился После того Когда услышал Что я сидел Да То есть Как бы Практики У меня Уже давно Нет Ну как бы Понимаете Таких людей Как бы Которые Десять лет Ничем не занимались Звуком не занимались На основном Профиль Звук Тут я Не подскажу Ничем По поводу Работы То есть Как бы Нету У них Якобы Возможности Обучать Меня Честно сказать Ваше прошлое Ясно Все Ну может Что-нибудь Подскажете Что-нибудь Может Есть здесь Где-нибудь Я вам ничего Пока сказать не могу С работой Проблемы То есть Как только Узнают Что я сидел Никто Не хочет Брать Хотя Нужны люди Ну как бы Мое старое Прошлое Дает Людям О себе Ну как бы Задумывается О том Что будет Со мной В дальнейшем Бояться Понятно Все Пожалуйста По условиям Моего освобождения Я должен Устроиться Официально То есть На постоянную Работу Здравствуйте Мне на учет Встать Конкретно Кем хотели бы Пойти работать Ну Желательно По профессии Согласно Закону Занятости Для вас Будет являться Любая работа Подходящая То есть Я могу Предложить Вам Любую Работу От дворника От грузчика И То есть Самые примитивные Подсобные Рабочие Самые простые Старшие Помощники Младшего Дворника Они все Малооплачиваемые В школу В школу Я даже не предлагаю Потому что У вас просто Узнание Возвращение Ну вот Уборщики Вам все Подойдут 5-7 тысяч Что Меня не устраивает Потому что Как бы Отец Инвалид Дочь Растет Надо Выплачивать Ей Родителям Помогать И Как бы Такая Зарплата Не устраивает Вообще Нисколько Груще Дворник Благоустройства У нас есть До свидания До свидания 20 Хотя бы Для начала Меня бы Устроило Встречаюсь С дочерью Хочется Конечно Ей там Что-то купить А на это На все Нужны Деньги И так И так Как их Нету Я не могу Ее Даже Никуда Сводить Вот Уже Неделю На Свободе И Как бы Руки Начинают Потихоньку Опускаться На Душе Как-то Неспокойно Друзья Умеренного Знаешь Как там Что с аккумуляторами Делать Учить некогда Понимаешь Тут надо Походу Все подхватывать Людям Походу Голова Работает Ну давай Есть Да И что стажей У тебя Сколько там Ничего Ты в 94 Начал работать А что Потом у тебя Вот с 2002 Я сидел Долго До этого Времени 8 лет Почти Директор Сперва Когда узнал Что я сидел Вроде Как бы И был Против Ну тут Сложнее Уже Все Тогда Происходит Сначала Задумался Конечно Потому что Все равно Дело Такое Ну не знаю В общем Ты работать Хочешь? Конечно Сколько денег Хочешь? 25-30 Месяц Для начала 25 И заниматься Будешь всем Помогать Пацанам Все что угодно Немножко Такой Шалевший Видно Ситуацию Я понимаю Что не просто Сейчас Если работать Он может И хочет Почему бы Не попробовать Не посмотреть На него в деле К тому же Что Он не единственный Такой у нас Человек У кого были В жизни Неприятности С заключением С тюрьмой В 2004 В 2004 В 2004 У меня там просто Другалик сидел Считается Автосервис Плетеная мебель Офисная мебель Потом Посуда Одноразовая Надо Надо мне Отверточку Крестовую Вековскую Ты бы мне Вообще Показал Где что у вас Тут лежит Чтобы Это я Пошли Вот Ключи Тут гаечные Тут отвертки Ну Воскогубки Тоже Все понятно Пацаны Что понимают Сколько лет Не занимался Помогают Подсказывают Все отлично Ладно Работайте Тогда Давайте Я доволен Работой Работа Мне нравится Все в моих руках То есть Как я себя Зарекомендую Так оно и будет В дальнейшем Ну ладно Пацаны Давайте Назад Давайте Счастливо Короче Все Давай Назад Счастливо